Мы очень благодарим за внимание, за внимание, за нашим собранным отношениям, за нашим современным образованием развития малозреннего и института сферами воплечения, и национальных производствах. У нас времени, если что, по-разному, было мало, не так долго, как и в этом году, и нас отралось, но, тем не менее, дело уже нужно на обратном. У нас две задачи будут с вами общаться – поговорить о проблемах отрасли, в тех моментах взаимодействия с нашей организацией, с хозяйственной академией и с Российской гильдией битро-экономики. Сегодня у нас хозяйственный президент Российской гильдией битро-экономики Юрий Медович Каприсон. Юрий Медович Каприсон. И, пожалуйста, мы проведем такое дело, что чем мы можем быть полезным по трубам, в вопросе взаимодействия, координации, можно быть каких-то образовательных объединений, по концовке активных это делать, потому что мы в своем потенке зарабатывающих технологий включаем активные развивательные направления, направления привлечения, кондитерки, переработки. Я знаю, что есть много вопросов, в том, что у малого и среднего бизнеса, по-настоящему, 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 встречался с руководителями каких-то ингредиентов, они просят организовать повышение квалификации, и послужить учебу, и, может быть, новую рецептуру, тем более технические регламенты с конца меняются. В образовательной сфере, наверняка, есть, нам, чем-нибудь, чтобы очень параллельно взаимодействовать, и в сфере подготовки и переподготовки кадров, и на сегодня очень активное содействие конкретно нашей академии с точки зрения информационного обеспечения, участия в больших форумах, изучения доверяющих технологий, оказывают гиблиотека и кондитерам, участвуем во многих мероприятиях, которые мы проводим, по-настоящему, и сам расскажет. И мы бы хотели от вас такие отношения по взаимодействию. То есть вот такой первый у нас, первый шаг о встрече друг с другом, я имею в сфере первого взаимодействия родительских людей, с другими организациями, конкретно. Всего с того, я занимаюсь работой в детстве, у нас есть разная форма сотрудничества, разная форма обучения, разная форма подготовки кадров, а вот с вашей средой, мы только в этом еще начинаем работать с Константином Геннадьевичем, у нас не первая встреча, молодец, очень активно поддерживает, не случайно здесь Нера Константиновна, председатель кома по союзу работников, а вот так, это тоже сфера ее деятельности, потому что там работают наши люди, там работают, значит, и нам в этом вопросе надо объединяться. поэтому я слово хочу предоставить для Юрия Миловича, собственно, чтобы у нас не два просто выступающих предприятия в России или предприятия, а чтобы у нас только какой-то диалог получился. Пожалуйста, покажи, пожалуйста, спасибо за внимание. Слышите, все хорошо. все хорошо. А на самом деле, я не могу, я не могу, и, конечно, раздавайте успехи, это моя профессия, сегодня, и последний, и последний, я бы хотел подкрыть наше предложение сегодняшнего дня. Наверное, минут 10-15 я что-то Вам расскажу относительно новое, а что-то может быть совсем новое. Вот. А потом, я практически в любом часах расскажу Вашим полным разряжением, у нас нет ответа тех, все времена, мы всегда остаемся откровенными, и я очень люблю Ваших актуальных и Ваших вопросов. Итак, в курсе, что есть рыно, все прибавкутические дети привозят в федеральный комфорт. При горке 2016-го года 131 миллиард рублей. В России 685 миллиард рублей. Вот эта вся информация я передал Александру Геннадьевичу, и Вы всегда можете запросить, то есть это был наш Геннадьевич. Значит, по сравнению с предыдущим годом, рост рынка в Российской Федерации плюс 7 процентов, в Иловском Федерации плюс 4 процента. Я хотел бы подчеркнуть, что это все данные Росстата, и Росстат не ловит совсем маленьких, а чуть позже я об этом буду говорить, что очень важно. Вот, и поэтому эти цифры, они минимальные. А я бы к ним прибавил минимум там 5-10 процентов еще к этому. То есть мы должны констатировать, что рынок без вмешательства государства, несмотря на совершенно не благополучные экономические условия и все другие условия, которые вы прекрасно знаете, но зачем вам будет? Нет, 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 нет. То есть люди больше тратят деньги на хлеб. Теперь по регионам международной скромности 14,5 миллиарда рублей, 16,5 миллиарда плюс 6 процентов. Мы верим от весной, будет в 2018 году, и будет в районе 17,5 миллиарда. По объемам больших рынков на первом месте Республики Большого Фотостанта 31 миллиарда, а далее на втором 18,5 миллиарда и Межгородской области на третьем – 14,4 миллиарда. И самая маленькая – это Морел. Он может быть миллиардом. Теперь темпы розничного рынка по регионам. Вот это важно. Значит, мы говорили, что в Межгородской области 5,6 процентов плюс. Больше всего плюс 20 процентов в Таратовской области. Очень небольшое – это в Чувашии – 1,9 процента. И есть три региона, где рынок упал. Сейчас повторяю по данным. Вот на втором месте. Это в Устье минус 0,8. В Пермском крае минус 2,8. И, наконец, провал Республики Большого Республики Большого Республика – минус 7,8. В Перместерального округа – 2,4. Приложение в Федеральный округ в общероссийском пирогее – 21 процента. Значит, все производители превокусственной продукции мы делим на следующей категории. Микро – это индивидуальные восприятия, это объем занятых за 15 человек, 60 килограмм рублей, это малые предприятия, это средние и индустриальные. Индустриальные – это те, которые входят в более чем 2 миллиарда рублей в год. Кроме того, есть собъекты предпечения рифейла, которые в супермаркетах их немало, и есть собъекты предпечения потребительских коопераций. По нашим оценкам, это полторы и две тысячи бюджетов. Вот это статистики дают данные только по индустриальному мнению и не по вашему мнению. Поэтому, когда мы говорим о натуральном выражении, зная общее количество предприятий, принимая, конечно, относительно погрешных здесь вырубку, занижая ее специально для того, чтобы никто нас не успел раздувать и рынок, мы называем эту цифру один с половиной миллионов долларов. Она очень плохо коррелируется и с рынком муки, и, соответственно, с рынком зеркала. Так вот, динамика производства предприятий индустриальной производительности только в тысячах тонн. Значит, в производстве у нас, в Российской Федерации, минус 3,2 процента. Подчеркиваю, что это основа индустриальной производительности. В Львовском федеральном области минус 3,75 процента. В Нижегородской области плюс 0,6. Я думаю, что 1-2 процента – это погрешность. То есть здесь относительная стабильность в Жегородской области. Но, тем не менее, права к индустриальному предприятию, по-другому сказать, не можем. В Республике Башкатарта минус 10,4 процента. Ну, и еще, наверное, в Петверской области и Республике Морел – это минус 7 процентов. То есть, за исключением Саратова и Нижегородской области, где есть стабильность производства индустриального предпечения, везде индустриальное предпечение стагнирует или постепенно уменьшает вырос в тонн. Значит, вот что у нас творится по секторам. А индустриальное предпечение в тысячах тонн по Российской Федерации – 6,6 миллиона. Минус 3 процента. В ПФО практически 2,4 миллиона тонн. Практически стабильно осталось. Вот. В Межгородской области в рублях 4,4 миллиарда. Я вам понял, что вы находитесь. И в тысячах тонн – 154 тысячи тонн. Производство натурального выражения практически стабилизировано. А в Российской Федерации какие пропорции по итогам 2016 года? Индустриальное предпечение – 18 процентов. Средние пекарни – 27. Малые и микропекарни – 55 процентов. Это по рынку. Да? То есть, я обращаю ваше внимание, что за последние 2-3 года мы можем говорить совершенно ответственно, что более половины хлеба в Российской Федерации производится и, соответственно, производится. Продает микро, малые и средние пекарни. По количеству хренпекарных предприятий. Значит, в округе, в индустриальное предпечение – 168. Средние пекарни – 424. Малые и микропекарни – 1701. Всего 2293. То есть, по количеству предприятий. Индустриальное предприятие – 7 процентов. Средние – 18. Малые и микропекарни – 75. В производстве тонн. Индустриальное предпечение – 65 процентов. Средние пекарни – 20. Малые и микропекарни – 15. В продажах – миллиарда рублей. Индустриальное предприятие – 59. Средние пекарни – 24. Малые и микропекарни – 17. Очень важно, и мы это все время анализируем, как меняется рентальность. По рентальности, конечно, есть данные только по индустриальным предпечениям. Ну, скажем, в 2000 году по России было 8,5 процентов. В 2016 году – 2,9. по Крыговскому федеральному округу было 8,1 процентов в 2000 году. В 2016 – 3,7 процентов. То есть почти в три раза лентабельность – это, подчеркиваю, официально лентабельность индустриального предпечения упала. Ну, вы прекрасно понимаете, что здесь представители бизнеса, если лентабельность бизнеса – 3 процента, то это на грани сворачиваемости. 3 процента – это… Думаю, что отчасти некое предприятие лукавит, когда дают эти предприятия, без сомнения. Но по основному производству, по массовым состатам ситуация очень близка. Цены – да, это всегда тема такая очень чувствительная. И нам неоднократно говорят, что как бы вы заморозили бы цены или регулировали бы цены, это были бы еще в части, естественно, снижение или терможение. Здесь ситуация, я считаю, что очень неплохая. Как бы когда-то и говорили власти, что упекали и упекали, подчеркиваю, цены, а я вам говорила мама, толпы цены, они, дорогих рост, не превышают этот прирост инфляции. И это свое обещание, честно говоря, несколько, но выдерживаем абсолютно железо. Значит, например, из пшеничной муки высшего соль, те превосходные изделия, которые производят инфляционные производители. По приложкам резервного мука в 2010 году, да, рубль за килограмм, да, в 2010 году это было 39,3 рубля за килограмм, в 2016-го 66,5, во втором квартале 2017-го 67,6. То есть идет постепенный рост, безусловно, но если мы сравниваем нынешние цены с предыдущими, то рост очень небольшой. В Международской области в 2010-м году было 48 рубля за килограмм, в 2016-м году 71,2, во втором квартале 2017-го года 72,8. Значит, это побольше, чем цены по ПФО, но совершенно не физично. По изделиям из пшеничной муки первого и второго сорта, значит, по итогам 2016-го года по округу было 43,2, в Международской области 45,5, и, соответственно, немножко подросло в 2017-м году 44, а в Международской области 46,6. А по смеси из в Международской области 38,4, и даже пониже. Вот. А во втором квартале 2017-го года комплекте 44,5, а в Международской области 39,4. Да, подешевле. То есть мы можем говорить, что цены относительно стабильные и взросл очень небольшие. Подчеркиваю, это артовые цены индустриальной производительности. Мы с вами прекрасно помним, что эти артовые цены в торговле добавляют от 30% и более. Поэтому функция цен в розничной торговле от нас практически не зависит. Об этом мы говорим очень четко. Вот. Но торговле стало уже внимательно смотреть, и цены очень разнообразны на разные виды изделий. В чем перспектива по ценам и какой резерв? Конечно, пекарям надо ответить постепенно, надо самим придавать в розничной торговле. Потому что вот этот рельеф 30, 35, 45 больше, который берет торговлю, это недополученная маржа, да, недополученный доход производитель. И могу вам сказать, что в некоторых регионах эта тема вполне актуальна, и некоторые производители не индустриальные, а средний, малый бизнес, даже отказываются от поставки в торговле, заводя свои павильоны, свои киоски, тем самым они улучшают качественные показатели эффективного бизнеса. Тема конкуренции. Тема конкуренции. Мы все время говорим о том, что это может быть характеризовано количество объектов и причине на 10 тысяч жителей. В Российской Федерации чуть меньше единицы в России, 70. Привозка в федеральном области еще меньше 0,77. В Межгородской области сейчас мы идем 0,66. Значит, конкуренция очень невысокая. А мы, как пример приводим, страны Западной Европы, где там показатели где-то 3-4 на 10 тысяч жителей. Значит, резервы для того, чтобы продукт был доступен, а доступен это экономически по цене и территориально. Ну вот, резервы в Межгородской области, конечно, мы считаем очень большие. Который потом повторяет, что есть тема огромного потенциала развития припечения, функциональные и специализированные виды продукции. Есть соответствующая концепция, которая была утверждена Минюстом, разработанная нами и Роспотребландзором. И там рассматривается, что доля такой продукции должна быть около 40%. Сейчас она чуть меньше 3-х. В третьей детали будущего года мы проводим крупный, премьерный международный конгресс по лечебному и эмоциональному репричителю. Я думаю, что в ближайшие месяц-полтора будет известна уже подробная тематика. Кроме это значит, это поддержка международной средствами и продовольственной организации, но всеми структурами, необходимыми для высокого статуса Российской Федерации. И мы собираемся перейти к следующему документу. После концепции должна быть стратегия. Стратегия развития лечебного и национального привлечения Российской Федерации. В решении Конгресса я думаю, что мы сможем только записать это в раскрытие. И тогда органов исполнительной власти, а здесь два отминка и два. Конечно, сельскохоз, 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 сельскохоз и подчасти сельскохоз и сельскохоз. Все предварительные обсуждения на это все мы провели, поддержку получили, так мы с вами знаем, что нет пророка в рогном отечестве, когда международные организации вертят, что это нужно делать. Тогда мы надеемся, что новый состав правительства это поддержит. Такую стратегию мы будем разрабатывать обязательно с привлечением ваших мнений. Это будет абсолютно обычная разработка. Это будет разработка не за бюджетные деньги, если подчеркиваю, а за деньги бизнеса. Эта разработка не будет по угоду тем или иным компаниям или интересам. Вот. И тогда мы будем как мягкая сила обязывать региональные власти или власти регионов и просто обращать на это внимание, а делать свои региональные программы или дорожные карты, как сейчас можно выражать, для того, чтобы это было не за виновностью. Это огромная работа с населением. На сегодняшний день могу вам сказать, что торговля в лице аккорда остаться компанией «Рочная торговля». Готова включиться в эту работу и готова включиться в финансовую работу. Что значит? Это огромная рекламная компания. Да? Должны из всех зароденных, из всех проведенных программ, отоксюду должно быть везде. Дело в том, что хлеб – это полезный продукт, полезный для таких-то, таких-то слоев населения, крупных делений, профилактика, определенных видов неинфекционных заболеваний и так далее и так далее. Вот. Деньги на это есть у крупного ритейла. Есть, и они готовы включиться в эту программу. Очень интересная тема. Для многих она совершенно новая. А для многих, ну что-то мы слышали. Значит, два года назад мы проломировали и Дума государственная принесла поправку в налоговый кодекс. И по этой поправке на патентную систему налогового обложения может переходить и в любом причине. Какой причине? Микро, индивидуальный предприниматель. То есть, покупаешь патент и больше, если не имеешь никаких отношений с налоговым кодексом. До этого было около 30 минут в деятельности. И вот, четыре года ушло на то, что мы проломбировали, теперь так выяснили. По чем стоит патент? Стоимость патента устанавливает региональные законодательные собрания. Значит, допустим, Нижегородской области – это Дума, да? Нижегородской области. В разных регионах все по-разному. И вот мы стали мониторить эту ситуацию. И кое-что я хотел вам рассказать. По Турбовскому федерату стоимость патента – минимальная стоимость 13,5 тысячи рублей в Ульяновской области. Максимальная стоимость – практически – 77 тысяч рублей в Чувашской области. Почему – никто не знает. Ха? В разных условиях. Но сейчас я задам вопрос. Откажите, пожалуйста, как Вы думаете, а какой или где самый дорогой патент на цепь печени? Москва? В российской федерации. В российской федерации. Не Путин? Нет. Ну? Москва? У кого? Кто там сказал? Кто-то Москва сказал? Да. Правильно. Кто сказал Москва? Вы выбрали. А сколько? Ну это Вы точно не… Раз три. Ну, 800 тысяч. 300 тысяч. 300 тысяч, да. То есть законодатели, законодатели совершенно не понимали, совершенно не понимали, и почему они приняли такие цифры. А главное, что объединение пекаря, которое есть в регионах некоторых, а в некоторых нету, они в этом совершенно не понимали никакого участия. Теперь, что дальше? А сколько же денег государство получило? Значит, в СИО субъектом приключения по итогам шестнадцатого года в Российской Федерации выдано шестьсот семьдесят шесть пакетов, что составляет ноль целых два десятых процента от общего количества пакетов. Ну, давайте посмотрим, по-прежнему, пятьдесят три пакета Республика Башкортостан. В Нижегородской области сейчас найдем. Ноль. В Петлинской, Самарской, Нижегородской, Чувашской ноль не одного момента. У кого-то семнадцать, у кого-то пятнадцать, у кого-то пятнадцать, у кого-то пять, у кого-то три и так далее. Ну, а это, между прочим, объем реализации за шестидесяти миллион пятнадцать работающих – это совершенно нормальный бизнес, самоокупаемый. Значит, конечно, нужно на эту тему очень серьезно поработать, потому что это возможность развития предпринимательства. Ну, а сумма приступления в бюджет, ну, вся сумма – это двадцать пять миллионов. Ну, что, да, правда? И Нижегородской области. Вот. Больше всего, чуть больше миллиона начнется, может сказать, правильно. Мы с двенадцатого года проводим такую большую, серьезную аналитическую работу, составляем рейтинг субъектов хлебопечения, прошу прощения, рейтинг регионов по развитию хлебопечения. Методически это отрабатывалось в течение двух-трех лет, и я готов Вас познакомить. Значит, по итогам двенадцатого года Нижегородская область была на четвертом месте. По итогам пятнадцатого года на двадцать девятых. То есть изменили в рейтинге минус двадцать пять. Но, больше всего, провалилась в Мордовии минус сорок три. Это осталось минус тридцать восемь. А кто вырос? Больше всего Самарская область плюс шестьдесят четыре. Она была на семь стоять, она стала на девятом месте. Эту информацию в расширенном конечном виде мы направляем руководителям регионов в порядке справки. Интерес серьезный. Почему? Потому что регионы составляют отчеты. Отчеты направляются в Минэкономики, в Минфин, в администрацию президента. И, естественно, эта позиция не на первом месте. Не нужно приукрашивать. Но эти позиции интересуются. И у нас есть какие-то объективные характеристики, что нужно поправить для того, чтобы выйти в штабу, как Самарского, допустим, мне на семь стоят семьдесят. Скоро, чтобы безусловно было сном ходить. Но была в затуху уж точно. А сейчас двадцать девят. Несколько слов про Российской гильдии пекар-кодилтеров. На сегодняшний день я уже говорил, что ей партия этого года вступила двадцать лет. Там есть чем отчитать. Вот, я думаю, что к концу года мы такой симпатичный начат со Сталин, он будет лично проведен до всех участников лимфекарного ремка. Но, тем не менее, очень важно вам знать, с кем мы взаимодействуем на федеральном уровне. Администрация президента, правительство Российской Федерации, со всеми министерствами, с кем по той иной переносуют контактировать, это Минокороны. Развитие, Минздрав, Минсельхоз, Минпромторг, Союз Федерации, Комитет по охрану и подовольственной политики в Союз Федерации. Я там учу, там предкомитет. Газ Дума, в Кусарской Думе, здесь у нас есть две хорошие позиции. Одна позиция в Комитете по экономической политике и ведущей партии Российской Федерации в парламенте, от которой зависит принятие законов. И я помощниками сидит руководителя в ракурсе, господин Павлов. Органы надзора, Роспотребнадзор, мы очень тесно взаимодействуем, у нас есть соглашения. И во всех наших мероприятиях и во всех решениях всех вопросов полное взаимодействие за это понимание со Роспотребнадзором. В полное взаимодействие за Роспотребнадзором. Ну, раз в месяц я почти встречаюсь, если не так. Новая тема Роспотребнадзор. В августе месяце вышел фабрикат Роспотребнадзор по формированию технического комитета ТК-003. Любополучная макаронная империя. А этот технический комитет, его секретариат теперь в Лондоне Российской гильдии пекарикандидеров. Президент гильдии руководитель технического комитета, а секретарем технического комитета назначен директор гильдии пекарикандидеров Сергей Николаевич. Состав технического комитета есть на сайте Роспотребнадзор, есть и на нашем сайте. Мы очень долго готовились к этому и приглашали абсолютно всех. Абсолютно всех. Поэтому число участников технического комитета свыше 80. Я сейчас не помню точную цифру. То есть это представители УГОЗов, представители науки, представители отраслевых союзов, всех, так сказать, строительство, которые как-то связаны союзов. Представители индустриального обеспечения, представители малого и среднего обеспечения, представители фондов надзора, потребительские операции, Поэтому участники, союз учеников потребительского рынка, которые стали потребить. Сейчас мы формируем план работы на конец этого года и на будущий год и основные направления. Основные направления, об этом я вам скажу, потому что это очень важно. Первое направление мы должны провести инвентаризацию того, что есть на сегодняшний день. Это никто не делал. Посмотреть, что действует, что не действует и что нужно записывать в какой-то перспективный план нашей работы. Второе направление, которое, наверное, надо было поставить на первое место, нам нужно срочно исправлять ошибки в стандартах. Одна из них просто убьет, потому что оказывается, как вы знаете, хлеб массой меньше чем 500 грамм. И мы специально, специально, еще в прошлом году, отдельно я договорился с Роспотребнадзором, чтобы они на это не обращали внимания. А как мы не поправим? Здравствуйте. Пока. Ну, спросили, да? Спросили. Теперь, конечно, это, что надо будет приоритеть, это первое, что займемся уже в этом году. Там есть еще несколько таких одежных совершенно моментов, которые говорят о том, что предыдущий технический комитет не занимался этим вопросом. И, наконец, третье направление, которое я считаю очень важным, это то есть стандартическое, дело в том, что есть разного уровня документов для стандартизации. И мы практически не пользуемся возможностью выпускать эти документы как информационные, как справочные. Например, органы стандартизации имеют право выпускать технические справочники, которые имеют силу документов стандартизации, утверждаться по стандартам. У нас идет путаница терминологии, у нас идет, ну, так скажем, сейчас я подберу инергентные слова, да? Это такие фантастические вещи, как, что от чего-то люди могут умирать из нашей продукции, да? То есть нам нужно это поле, которое сейчас обновлено непонятно чем, расчищать для того, чтобы мы могли себя оперировать к нормативным документам, как инженционным выборам. Вот это впереди такая большая работа, я еще раз говорю, что у нас не закрыт список и членов комитета, пожалуйста, если кто-то желает, встать им, мы все просим. С другой стороны, безусловно, мы, те, кто будет активно помогать и участвовать в обсуждении, мы будем поощрять соответственно. Продолжение следует...